пойдем дальше так всего лишь одна строчка сколько отвечать пришлось расскажите в не только 604 значит так давайте если вы мне напишите письмо и напишите ну и представьте надо фотографии надо долго рассказывать серьезный вопрос это канада это не шутки вот вы просто мне на электронную почту вы обещали рассказать о манитобе 604 ладно вы согласитесь два с половиной часа сейчас меня уже за счет это все разбегаться так маловероятно что абрикосы сливы доживет до весны лучше сразу взять хороший черенок и снова прививать не теряя год ну черенок надо взять будет конечно сейчас хороший совет правильно ну и тот совет которым я говорил обрезать частично абрикос чтобы слева догнала он на это не отменяет не доживет значит не судьба так куда меня занесло наверное вот тут у меня почти все абрикосы на сливах все нормально живое вот алексей виноградов я вас очень прошел вы один из самых как сказать старая гвардии до нашего нашего кружка у вас конечно все должно получаться вот еще несколько поколений вы будете родоначальником этих самых фактически фактически еще несколько поколений по принципу вы знаете принцип наслоение метра так вы станете родоначальником нового направления вам сам бог велел по возрасту тогда вы богу ваши эти самые саженцы и деревья с сливами абрикосы сливы займут почетное место в нашей стране так майки железом хорошая реклама кстати а кстати вы про это да вот спасибо внимание обратили меня видно или наоборот сейчас не видно хотел показать вашу вот так пойдем дальше так клад ниже много растет и сладкая груша 17 лет срубить тогда на это место грушу не посадишь да не посадишь переплевать поздно до поздно если откопать метры от нее корень и поднять на уровень земли может даст отводок потом привить как понять откопать корень а я понял вы хотите корень привить потом привить если откопать и привить прямо в корень невозможно да есть такое понятие прививка в корень есть если корневое шейку и в корень если у меня даже фотографии где это прямо куски я не помню то писал там просто куски корня и прямо в корень в живлены то есть прививки вот я попробую фотографию найти показать следующий раз если вы меня опять же напомните потому что то что вы предлагаете да это реально да возможно это гораздо легче чем в огромной ветке так отгрызти от ствола землю пойдет прикольная поросль его можно привить ну чё и это вариант если вы не уберетесь и население дерево от этой поросли толку не будет так что надо надо не отгрызть вот смотрите вам эти сладкая груша вам и не жалко если население ну отпиливайте целиком вот выкапывать там корни там не надо пусть они потом сами сгниют отпилили за подлесной землей с боков вылезут если эти самые ну то что мы по привычке волчками называем в них плевать и такой вариант отгрызти от ствола землю до корневая поросль пойдет а пока не уберешь семнадцатилетнее дерево она будет плохо развиваться так у меня так у зимней яблони просто поросли вырастил оказались крупные осенние яблоки то есть без прививки да тоже вариант яблони и груши разное растение груши может и не дать поросли это редкий случай правильно листон Николаевич правильно согласен с вами так винограду поросли дает а от водки корневая редкость у меня же груша привита также на прикорневую поросль которая пошла от корня там листья вообще дикие так ладно намотали пусть так у меня нет прикорневой поросли на груши есть корневая поросль после полного спиления груши вот тут что я говорил просто владиславу надо сильнейшую обрезку сделать надежда что выкинет груши волчки и потом уже эти волчки поливать в общем смотреть на эту грушу туда прекрасный вариант Александр Николаевич сильнейшая обрезка тут уже бензопилу брать вот конечно вот эти вот волчки которые вылезут допустим вот торчит сбоку ветка да вот торчит вот и отрезаем она выбросила волчки они не самые по это проходили они не самые такие уже удачные для прививок вот ну не жалко грушу калечите пробуйте так ну или так дальше ага мы заканчиваем прикорневая поросль и поросль побеги появляется вокруг основания стола дерева ну все друзья мы кажется с вами все сделали все победили вот будем заканчивать 162 вебинар закончился значит наша возможность зарабатывать по этим самым честно свои деньги это продавая черенки косточки семечки сапраном наказать семена видите вот это реклама пожалуйста кому еще да официально заявляю до нового года косточки культурных абрикосов закончится в этом году у всех снесло крышу я долблю поливайте выпишите у меня дикие потом привайте культурные нет ну я тоже виноват я показал примеры когда косточки культурные культурных сортов без всяких прививок прям культурные у них просто все равно повыше они же взяты в этих самых спаревоях которые на дикарях на диких абрикосов заразились дикими ну и получается культурные доходят до плодоношения приличные плоды не рекордные но приличные и у меня не кончается но их и было то все с этим понятно с рекламой понятно жду ваши заказы ждем следующего понедельника впереди еще десять полностью приготовленных вебинаров вопросов несколько сотен на которые я должен ответить каждый раз какой-то нюанс заметили какой-нибудь нюанс не все так просто казалось бы ладно там в анекдоте три варианта ответа первый да второй нет третий пошел нафиг вот и получается так здесь гораздо больше вариантов здесь гораздо больше нюанса видите даже сейчас мы вот что делаете в 17 ряд груш пилить омолаживать вот просто убрать выкопать корни на них привить если не забуду я про корневые эти прививки именно корней поговорим в следующий раз все друзья наше время истекло вот шахаридана заканчивая дозволенные речи до свидания друзья